здравствуйте с вами снова александр я расскажу вам сегодня о новинке от компании concord и на не вчера вышла ну пару месяцев и уже минимум есть даже может побольше вот соответственно нужно и быстренько вам рассказать изучить скажем так вместе с вами модель достаточно интересная это повторюсь компания concord модель называется vario xt 5 вот она перед вами соответственно это из категории из линейки компа компании concord то из линейки трансформер вообще у них популярна эта вся тема трансформации в компании concord достаточно интересная затея много чего полезного в этом есть поэтому сегодня я о нем расскажу это кресло категории 936 1 2 3 то бишь 9 месяцев до 36 килограмм до 12 лет купили забыли одно кресло на все время вот и так как надолго берете нужно купить хорошее кресло а это кресло стоит того чтобы на него обратить внимание и давайте с вами изучать все фишечки рассмотрим что здесь есть интересного возим с 9 месяцев естественно для этого у нас здесь есть система 5 точечных ремней это стандартно все понятно мягкие накладки на плечевой зоне кстати здесь оборудованы специальным прорезиненным материалом чтобы при дтп ребенок лучше фиксировался и не проскальзывал это очень хорошая фишка но она единственное только у concordа есть она в нормальных креслах везде устанавливается вот чтобы возить здесь малыша для этого здесь немножко интересная конструкция используется на эти такой своего рода лифт для ребенка а чтобы регулировать по высоте здесь есть регулятор с левой стороны мы его получается крутим и вот вы видите сиденье поднимается это очень очень удобная тема потому что дает нам возможность ну гибкость даже элементарно ребенок в окно хочет посмотреть поднимите повыше не проблема вот поднимаем на максимум когда совсем маленький 9 месячный это нужно для того чтобы голова ребенка была здесь обязательно вот здесь вот по мере роста ребенка мы спокойненько спокойненько опускаем опускаем это кресло и как только мы упремся вниз это сигнализирует нам о том что пора бы нам ребенка уже крепить взрослым ремнем все опустили вниз самой нижней точке находится сиденье вот эти ремни они демонтируются не то что и совсем отсюда снимаются они убираются под обивку это не быстро поэтому просто скажу вам что это делается именно так под обивку короче говоря все это прячется и этих ремней не видно ребенок не на них сидит а уже просто на сиденье они там внутри под обивкой и тогда уже ребенок с трех лет как раз таки это где-то будет 100 сантиметров ребенка уже будет взрослым ремнем крепится вот давайте посмотрим как будет крепиться именно подросший ребенок для этого уже естественно будет используется взрослый ремень мы его вытягиваем вот с этого ракуса вам видно вот есть специальные направляющие в подголовнике и здесь внизу с моей стороны тоже ремень проходит там с вашей стороны и верхний и нижний проходит здесь фиксируем вот вот так должно быть вот так никак иначе и вот с моей стороны вот в такой направляющей я буду сейчас проводить ремешочек все обязательно делаем именно так вот с этой стороны вам видно как проходят ремни представим что как будто этих нет вот это нужно направляющих проводить нужно для того чтобы ремень проходил на ребенке там где нужно он должен идти с плеча вниз на грудь никак не горло это что касается именно верхнего ремня это очень очень важный момент если здесь вылезет вот сюда это тоже приблизить ремень горлу поэтому вот за этими моментами следите прям вообще не очень сильно вот убираем ремешки смотрим на кресло дальше сейчас я вытащу ремень так давайте про комфорт ребенка немножечко поговорим здесь используется необычная система регулировки наклона здесь есть пару моментов взаимосвязанных по поводу крепления здесь есть якорный ремень и изофикс якорный ремень мы сзади крепим я просто сейчас не буду крепить вам это все но не видно и натягиваем его и спинка получается у нас прижмется к спинке автомобиля после чего чтобы отрегулировать наклон нам нужно немножечко здесь покрутить вот эту ручку тем самым вы видите вот эта верхняя . остается прикреплена а нижняя поднимается наверх тем самым немножко запрокидывая ребенка назад вот вы видите да конечно наклон здесь не космический нулевой гравитации ребенок не получит но зато если он уснул голова вперед падать не будут не будет это вот минимальный наклон который вам может понадобиться конечно хочется имеется ввиду больше но вот хотя бы такой но здесь есть вот такая необычная система регулировки ремня но это обязательно это сработает только при наличии якорного крепления если вы не установите естественно вот такой вот манипуляции вы проделать не сможете так что касается крепления давайте продолжим якорный ремень я вам сказал также есть классическая система классическая система изофикса изофикс жесткий обычный железный без ремешков всяких там все очень просто поэтому ничего такого сложного здесь не чтобы снять здесь вот красные такие ремешочки за него дергаем он отщелкивается и все что касается ткани ткани в компании concord не то что их слабое место но они в таком сегменте сидят недешевым поэтому конкуренты предлагают получше ткань поэтому вот здесь вот они чуть-чуть найти слегка уступают ни в коем случае она неплохая ничего такого про нее сказать не могу но если я сравниваю с другими брендами европейскими они будут сейчас называть но ткани там поприятнее особенно подголовники делают в действиям классные мягкие здесь везде просто одинаковая ткань она везде одинаково нормально и все и по аллергена и понятно все в этом плане здесь отлично но тактильности хочется поприятнее вот чтобы прям приятно было ребенок все-таки тут щечки там все хочется помягче но это мое личное мнение я здесь чисто придираюсь может почему-то здесь надо придраться вот так-то в целом особо не к чему придраться единственно вот так все необычно к этого приход придется привыкать кстати здесь есть фишечка их фирменная когда она растет вверх она растет и в ширину это реально очень удобно ребенок не только же вверх растет но и ширину тоже растет в плечах поэтому эта функция обязательно понадобится она единственная будет работать только в том случае когда вы отсюда ремни вот эти уберете вниз тогда вот будет свободно здесь это сделать принципе добавить нечего давайте подытожим в двух словах мое мнение concorde я уже проводил не так давно обзор на к трансформер xt модель кит два три категории это одно из любимых вообще кресел для меня лично в два три категории мне лично понравилось очень такой добротные креслом ткани вот опять ткани чуть-чуть поприятнее делали было бы здорово а так если с девяти месяцев ищите хорошее кресло как минимум вот получить хотите универсальность вот не не знаю что еще может быть универсальный к минусам отнесу только вот 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 наклон здесь вот эту вот необычную систему ну принципе с этим можно жить ну как бы ничего поделаешь вот так то в принципе все хорошо плане безопасности тоже соответствую всем нормам требованиям поэтому ну тут в таком сегменте плохо никогда практически никто не делает везде они нормальные можно доверять смело вот поэтому если этого видео вам было полезно интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал спасибо миру автокресел за то что предоставили на обзор нам это интересное автокресло а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора автокресла для вашего ребенка и до свидания